Насколько я понимаю, вы были свидетельством убийства российских военных. Расскажите, где это было и как это выглядело? В первые дни апреля украинская армия пришла в Бучу. В нашей машине нас сопровождал боец Азова. Мы приехали в Бучу абсолютно без всякого контроля паспортов, благодаря этому агенту. В первую очередь я заметил трупы, которые лежали в центре города, в центре Буча. И в этот момент я замечаю, как из небольших машин достают другие трупы. Эти трупы достают военные и гражданские и раскладывают их рядом с другими трупами на дороге. В этот момент журналисты ждут, пока разложат трупы, и как только трупы разложены, они начинают фотографировать. И я сразу понял, что они сделали эту постановку для того, чтобы сделать наиболее впечатляющие фотографии. И после этого нас отправили в ангар, в котором нас остановили и потребовали, чтобы мы распределили медикаменты. Часть этих медикаментов предназначались для батальона Азов, для украинских военных, а другая часть должна была поехать в госпиталь. И в этот момент другая машина въезжает в этот ангар. И я замечаю, что из этой машины, из этих трех машин, там было три машины, высаживаются военнопленные русские. И в этот момент я замечаю, что некоторые русские военнопленные были поставлены на колени с завязанными руками. В этот момент я слышу выстрелы. Мы слышим выстрелы, я говорю мы, потому что рядом со мной еще был один волонтер. Когда мы услышали эти выстрелы, я заметил, что азовцы стреляли куда-то вниз по военнопленным русским. Скорее всего, они стреляли по коленям, но в любом случае по ногам. И мы это видели с моей коллегой. И в этот момент украинские военные требуют от нас, чтобы мы закрыли машину и поехали дальше. В этот момент, когда мы отъезжали, я был на пассажирском сидении, за рулем была женщина-волонтер, которая была со мной. И я услышал вдруг, как украинские военные закричали, офицер, офицер. И после этого я посмотрел, обернулся посмотреть, что происходит. И там был русский военный, военнопленный, который ответил «Я». И после этого ему упустили пулю в голову. Я не знаю, что случилось с другими русскими военнопленными, потому что все это произошло очень быстро. Мы уехали в машине вместе с моей коллегой-волонтером. Она проплакала 4 часа всю дорогу.